ПЕСНЯ ПЕСНЯ Уважаемые гости, сегодня мы открываем замечательное событие, я считаю, что одно из главных событий уходящего года в художественной жизни в Ульяновской области. Сегодня мы открываем выставку «Альберд Дюрер и его современники, медик-гравюры XV-XVI веков». И, конечно, эта выставка в риту всех выставочных событий России действительно выделяется. Особую гордость представляет то, что уже многие музеи России, самые удающиеся, самые главные, открывали в разное время выставку, которая посвящена этому великому мастеру немецкого возрождения. И вот буквально с 7 декабря в этом этаже открылись выступления немецкой игроков, такой межмузейный проект большой. «Альберд Дюрер» был представлен в государственном историческом музее. Замечательный проект «Дюрер в фокусе» был у Кушкинского музея и у Гёрдинститута. Это были огромное количество лекций с немецкими экспертами, с экспертовыми музеями, с искусствоведами. И действительно в этом году в России не только Германии, не только перекрестный год таких культурных обменов, а еще во всем мире отличается 550-летие Альберда Дюрера. Надо сказать, что эта выставка состоялась благодаря огромному количеству людей, огромному количеству усилий разных сообществ, институций, партнеров. И я, наверное, скажу о самом начале, как вообще задумывалась эта выставка. Мы мечтали, действительно, сделать выставку межмузейным сотрудничеством, привезти что-то из каких-то крупных музеев страны. Но, тем не менее, да, всегда в нашем музее не хватает каких-то ресурсов. И по счастливой случайности совершенно нашему музею удалось выстроить сначала познакомиться, а потом выстроить партнерские отношения с удивительным человеком. Одним из ведущих коллекционеров гравюры в России – это Владимир Глубич Берегов. Он приехал в Ульяновскую область по делам и, соответственно, он доктор технических наук, эксперт в области космических и авиационных различных систем. Но еще и является таким вот подающим суперсветителем. Он пришел и предложил нам разные совершенно выставки. И я посетовала на то, что, вы знаете, мы очень хотим привезти дюрера, очень хотим привезти дюрера, но, к сожалению, ресурсов у нас нет. Я говорю, да вы что, у меня есть дюрер, у меня есть 23 работы дюрера. И для меня это было действительно очень таким хорошим открытием. Я надеюсь, что это сотрудничество продолжится. Владимир Глубич, к сожалению, не смог приехать, он уехал в командировку. Но, тем не менее, он возложил на меня миссию поблагодарить всех, кто участвовал в создании этой выставки. И, прежде всего, коллектив музея изобразительного искусства 20-21 века и Елену Николаевну Сергееву. Поблагодарить наших партнеров, фонд «Ульяновская культурная столица». И, конечно, поблагодарить и выразить особые слова образнательности Министерству искусственной и культурной политики, которые поддерживают инициативы выставочных проектов на территории Ульяновской области и создают условия для того, чтобы такие выставки состоялись. Выставка представляет собой 103 уникальные гравюры, оригинальные гравюры, которые действительно прослеживают огромный путь становления подвеликого художника, великого мастера Альбрахта Дюрера, в окружении его последователей, учеников. И здесь мы видим и Ганса Горбейна, и Улку Крамаха, и Штимблера, и много-много-много современников Дюрера, которые в разные годы подражали, копировали его, обрабатывали какую-то свою манеру, свой художественный метод гравюры. И действительно, это представляет огромный исследовательский и научный интерес. И я надеюсь, что немецкое возрождение, вот в таком объеме представленное в нашем музее, будет интересно посетителям. Я тоже благодарю партнеров. Выставка будет представлять собой еще и как бы не только сама выставка, но еще и параллельная программа. Мы договорились с Гердинститутом, что они позволят нам транслировать проект «Дюрер в фокусе», который они создавали совместно с Пушневским музеем. И зрители смогут увидеть различные лекции, беседы, дискуссии об этом великом художнике. Я благодарю фонд «Дюрер в культурной столице». Я действительно с огромной благодарностью отношусь к коллекционеру Владимиру Куревичу. И он уже как бы думает о будущих наших совместных проектах. Потому что человек уникальный. В его коллекции хранится более 15 тысяч экспонатов. Он член национального общества библиофилов, ассоциации искусствоведов. Человеку, которому за всю его жизнь состоялось более 400 выставок. И не только в России, но и в разных странах. Такой знак качества. Поэтому, действительно, такие слова благодарности нашим партнерам очень хочется выразить. И очень хочется выразить особую признательность коллективу Музея изобразительного искусства 20-21 века. за то, что они с такой теплотой, с трепетом, с большим исследовательским интересом отнеслись к построению вот этой экспозиции, да, к описанию этих драйфург, исследованию их. И я думаю, что вас ждут незабываемые совершенно экскурсии, дискуссии с нашими искусствоведами и научными сотрудниками. Я предоставляю слово для приветствия заместителю министра искусства и культурной политики Алёне Олеговне Корчевне. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, на самом деле очень знаково и очень ценно для Ульяновской области стать частью таких масштабных выставочных проектов, посвященных действительно мировому имени. имени Альберста Тюрера. В год 550-летия по всей стране проходят выставки, и Ульяновская область в такой заключительный декабрьский месяц представляет уникальные и подлинники, и, собственно, работы современников Тюрера на площадке музея собратьевных искусств 20-21 века. Конечно, работы Тюрера поистине уникальны. Они представляют собой целую микрохозность. И ювелирная точность, я думаю, досталась ему по наследству от отца, который был ювелиром. И, собственно, вот эта глубина работ, вот эта скульптулезность, это точное изображение, причем кропотливая длительная работа, наверное, это все как раз от того, что в крови все-таки тяга к ювелирному искусству, к такому мелкому кропотливому плиту. И, конечно, огромная благодарность сходу Ульяновского культурного столица, Ульяновскому художественному музею, музею изобразительного искусства 20-21 века за возможность прикоснуться взглядом к таким потрясающим произведениям мирового искусства. Я думаю, не каждый регион России может быть удостоен такой чести. Поэтому спасибо вам, коллеги, продолжаем работать. Я думаю, что нас ждут еще немалые выставшие проекты, которыми удивят население Ульяновского области. Спасибо. Спасибо. Валерина Алимаковна за высокую оценку. И сейчас я предоставляю слово генеральному партнеру выставки, завестителю директора фонда Ульяновскому культурное столице Диане Оливовой. Мы с Антой когда-то вместе учились, она помнит меня по первой фамилии, да, но сейчас у меня другая. Не буду присутствовать. Дорогие друзья, я вас приветствую, очень рада видеть Нигерманию. Спасибо, Анечка. Так вот, Нигермания проходит в Ульяновской области уже в девятый раз. Этот фестиваль в Нигермании проходит с 8 по 11 декабря, сегодня третий день. Безусловно, каждый год, когда мы проводим фестиваль Нигермании, есть главная объятия, флагманская. И жемчужина, и горлость этого фестиваля, это, безусловно, выставка Альберта Дюрера, на которой мы сегодня с вами присутствуем. Эта выставка, которую нам предоставила Бондаря Ане, ее коммуникацию и теплым отношением с профессором Дрейиком объявила уже 52 страны Америки, Европы, Азии и Африки. И сегодня у нас есть возможность соприкоснуться с этим мировым наследием. В этом году 550 лет, как уже сказали мои коллеги, со дня рождения Альберта Дюрера. Безусловно, весь мир его славит, с особым почтением, с особым интересом читает информацию о легенде и детали его работы. Он работал с разными материалами, медь, дерево, и вот, если говорить о меде, которая, к сожалению, всего 4 работы была у него. С ним, с Дюрером пришла, люди по памяти, с ним она и ушла. Это относительно уникальная техника. Я думаю, многим будет интересно после знакомства, или многие это уже пройдут, познакомиться ближе с биографией Дюрера. Ну, а мы еще раз вам подчеркнем то, как мы гордимся тем, что сегодня Дюрер в Ульяновской области, и что у нас такое великолепное партнерство с правительством в Ульяновской области и с одним из наших любимых музеев. Спасибо вам огромное, огромное всем политического и усложнение. Дианочка, пожалуйста, мы хотим поблагодарить фонд, и я надеюсь, что это не последний проект, не первый и не последний проект в сотрудничестве художественного музея. Наши тут новые международные проекты. Большое спасибо, передаем огромное благодарность Татьяне Александру Евгеньшиной, и, конечно, благодарим весь ваш замечательный коллектив. Спасибо. Спасибо большое. Ну и теперь слово для приветствия представляется заведующий музеем изобразительного искусства 20-21 века Елене Николаевне Сергеевой. Друзья мои, я хочу сказать прежде всего вот о чем. Мы все говорим, великий дюрак, великий дюрак. Бывая о том, что когда мы говорим об этом, мы выпускаем, например, такое понятие, как известный художник, как знаменитый художник, и как гениальный художник, на который равняются практически все те, кто работал рядом с ним, кто работал после него. И если мы с вами сравним, а это одно время, это эпоха Ренессанса. Если его сравнить, я имею в виду, как Германию, скажем, с Италией, то если вам расскажут, быстренько, на совете трех самых выдающихся художников итальянского сравнения. Вот давайте быстро, сразу, не тура. Рафаэль, Микеланджело, Леонард Рафаэль, Микеланджело, Леонард Рафаэль. Будем прибавлять ему других замечательных поблужинок. Лукаса Крадоха, Ганса Войгой, вспомнил, кто был до него, вспомнил Грюн Балли, Микеланджело. Но вспомнил, прежде всего, Артюра. Это как бы одна ступенька, вторая ступенька. Мы же говорим о том, что этот год, это год Германии, Гассини. Да? Да. Вот что такое было в эпохе Ренессанса, понятно, это 16 век. В данном случае мы родим, а теория. А что было в это время у нас, на Руси, матушке? У нас на мете здесь творит один из гениальных художников. А вот теперь назовите трёх гениальных художников, гениальных селиспроизводов. Ведь все иконы, в основном все, не подписаны. Мы не знаем их авторов. Ну, по крайней мере, трёх художников мы можем назвать. Пожалуйста. Андрей Рублёв. Яф Андреев. Диодичник. Замечательно, гениально. Но несколько человек сказали Андрея Рублёв. Поэтому мы говорим, да, Фернана Грея, это мы знаем. Замечательно. Дионисий – великолепный художник. Один был Дёвлёв, второй – Ильичка, позже. А трёх художник – это один из самых, не просто, гениальных художников. И когда мы говорим о древнерусском искусстве, а древнерусской культуре, мы говорим, прежде всего, о ком мы говорим, прежде всего, об Андрея Рублёве. И вот, понимаете, мы такой мостик выстраиваем Дюрер, Андрей Рублёв. Совершенно разные видения, совершенно разные возможности и выражения. И тем не менее мы говорим о двух столбах, двух гений, которые дала природа Германии, природа Древней Руси. Что касается Дюрера, мы будем рассказывать здесь. У нас медиапрограмма большая, я так помню, 120 закачивая картинок, и поэтому можно будет посмотреть его биографию с его изображениями, так сказать, его мамы, папы, и путешествия в Италию, и так далее, и так далее, и города Германии, где он бывал, где путешествовал. И, конечно же, и про Дюрера там, и жиропись. И многие художники Северной Европы, Нинерланды, конечно, прежде всего, и потом к ним подсоединились и немецкие художники, они где-то черпали в Детхамерии, в Детхамерии, в той стране, которая была прежде всего открыта для восприятия нового ренессансского гуманизма, это Италия. Но итальянцы ходили практически к политичным памятникам, которые тогда впервые начали раскапывать и на них смотреть, и как на что-то, что осталось от того времени до варварства, еще отечной культуры, а стали смотреть на них как уникальные памятники великого искусства прошлого. И многие художники, поддавшись обаянию вот этой природы и этим мастерам, а мы же с вами начали с того, что вспомнили величайших художников итальянского геннессанса, да, и многие художники, поддавшись этому влиянию, по этому, можно сказать, культурному набору, и попытались у себя на своей родине пристроить вот это новое гуманистическое видение. Но мы с вами должны помнить, я ведь вам сказала о христианской России, да, и посмотрите, Италия, Испания, Франция в меньшей степени, которые воспринимают эту новую гуманистическую доктрину, это страны с очень мощным категорифизмом. Что мы говорим о северном возрождении, о северных странах? Ведь Дюрер работал в ту эпоху, которую мы отдавали, и уникальных философов, уникальных тоже гуманистов уже на территории Германии. Это, конечно, время реформации. И войны, которые были и в Нидерландах, и в Италии, и в Испании, практически они были везде. И тем не менее они дали совершенно новый подход вот к этому ощущению мира, и как маленького, и так и глобального. И поэтому вот, когда мы говорим о заслуге Дюрера, мы иногда в частности будем, мы иногда обращаемся к его какому-то определенному кругу, ну, например, картины его на религиозные сюжеты, или же мы обращаемся к его гранюрам, к его портретам, даже к пейзажам, которые он тоже писал, и неплохо писал, замечательно писал. Но это все составные части, как мозаика, того, что мы называем гением Дюрера. И почему я сказала об обстановке этого премия в каждой стране? Потому что Дюрер, как, наверное, никто другой, сумел то, что он нашел, то, что он воспринял в итальянских землях, перенести на свою почту, почву, извините, почву, конечно, и не просто скопировать это умелось, а дать возможность развитию именно своей национальной школы. И поэтому говорим, германское искусство это искусство Дюрера. Конечно, он много сделал для развития грамюры. Это, конечно, имеется в виду и ксилография, в частности, очень интересная и достаточно сложная по технике танцовая грамюра, которой он занимался великолепно. И, конечно же, его грамюра на менте, грамюра, которая называется еще резцовая грамюра, потому что на медной доске вручную режется само изображение. А потом делается уже оттиск. Потому что пришедшая и возникшая чуть позже новая техника охот давала большую свободу, большие возможности для развития грамюры на медной доске. Потому что, вы знаете, чем отличаются эти техники, я просто в двух словах скажу, что резец режет художник сам, а что касается афортной техники, афорта, то там делается очень легко рисунок, потому что сама доска открывается вдоль доска, и полоска очень хорошо идет рисунок, а потом идет травление, потому что в крепкую водку, в кислотору скается эта доска, и протравливаются только те места, которые под самым шлифовкой, под самыми линиями, под самим изображением находятся. Все остается покрыто, как панцией этой пленкой. Так вот, он, конечно, сделал очень много. Но мы бы говорили о нем, что он, не изобретая новые техники, не просто усовершенствовал их, а понял одну очень важную вещь. Техника, самая по себе, учрестует. Главное, что ты вкладываешь. А вот он как раз вложил в свои планирую. Возьмите и крестьян, и портреты, и его работы, посвященные античным сюжетам, конечно же, работы на библейские сюжеты. Он внес вот это новое совершенное представление, соединив, казалось бы, несоединимое религиозную доктрину со своим, как бы, земным существованием, со своей земной сутью именно у себя в это время на своей земле, именно на своей земле родной Германии. Вот в этом, конечно, и заключается гений этого художника. И, конечно же, здесь работы его учителя, вот ему-то нам представлены, кроме тех художников, которые его ухрушали. И вот, понимаете, получается, с вида художник, и рядом находятся те, кто были его самыми именами, и для которых была большая, это большой честью, работать рядом с дюймом. И, конечно же, здесь очень, мне кажется, замечательно вписались в экспозицию этой выставки, работы, конечно, и Ганса Гульбин, и, конечно же, работы у нас экрана. И вот, наверное, вы обратили внимание, еще обратите внимание, что все работы у нас оконтованы в рамы, только четыре работы на поле с пластиковым. Почему и четыре? Потому что они двухсторонние. Двухсторонние эта часть, и когда мы советовались с Владимиром Гудовичем Береком, как это сделать, он сказал, ну, одну часть как-нибудь запомнить, я говорю, нам хочется посмотреть на ту и другую часть. Поэтому мы их сделали под двойное стекло, поэтому вы можете пройти и посмотреть и ту, и другую сторону, и это все убить. Ну, и, конечно же, мы будем рассказывать на экскурсии подробно о том, что вы здесь будете видеть. У нас есть такая очень хорошая традиция, уже которой почти длится лет. Мы экскурсии не будем, так что давайте соберемся всей группой, мы с вами пройдем, посмотрим. У нас свободное ощущение. Вопросы-ответы. Я и мои коллеги, которым огромное признание, потому что они сделали очень большую работу, обыдавали все эти работы, которые здесь находятся, причем довольно краткое время. И год Германии для нас будет завершаться только после 5 февраля, когда закроется эта выставка. И во время ее работы у нас человек, который сотрудник, старший научный, который, ну, в общем-то, много читает лекции, посвященные искусству Германии. Она будет читать лекцию, посвященную и Дюрфу, и вообще эпохе Возродения немецкого. Более того, мы решили, как это музей, где представлено искусство 20-21 веков, показать также и связи России и Германии. Это, конечно же, искусство конца 19-го, начало 20-го века. Это синий всадник Германии, это был многое валип, Россия. Как они работали, в какой связке в это время. Более того, мы будем говорить о том, что очень важны были новые педагогические действия в той и другой стране, потому что появилось два. Они появились почти, скажем так, если бы эпоху, пять лет туда-сюда, мы не считаем, что это эпоха, да? Появились два замечательных учебных заведения, так, Баухаос, который был разрушен уже при приходе класса Гитлера, и наш Кутемас, который мы тоже потом стали закрывать возможности для педагогической деятельности. Это уже во времена Сталина. Мы хотели, конечно, приготовить и лекцию, посвященную Германии, России в 20-е годы, и мы немножко испугались. Потому что, когда смотришь работы художников немецких, а там уже был битскринт по поводу того, что люди должны быть очень сильными, здоровыми, здоровыми, физически, занимались физкультурой, и наши уважники, которые к этой теме тоже обращались. Очень много точек соприкосновениям. И как-то заявлено калитаризма никогда не бывает национальным, да? И национальной эпохи. То есть она выдавала свои какие-то интересные действия, ну, не знаю, может быть, мы к этому еще и обратимся, но, во всяком случае, будем говорить о том, что взаимосвязи существовали, существуют и будут существовать. И, конечно же, большая благодарность и устроителям этой выставки, потому что, в данном случае, наш музей стал не куратором, конечно, а стал просто организатором вот Эльны Эль-Экспозиции, и, я вам уже сказала, лекция, экскурсия, которые здесь будут проходить. И вот Береков звонил недавно, где-то несколько дней назад звонил, сказал, что он не сможет приехать. Я думаю, что, можно сказать, я очень рад, что это у нас состоялось. В смысле, как раз решили вопрос, как эти военные врагуры можно будет здесь показать. Так что, я очень рада, что вы пришли. И я думаю, что все кому-то интересно, потому что, я повторяю, все и раз одно и то же. Банальная, казаловая фраза. Но не красота, не столько красота спасет. Хотя, красота и культура — это крапные понятия. Культура, во всяком случае, удерживает мир от пропасти и его спасает по своему. Но спасает. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые посетители, выставка Айвел Дюрер и его задеменники открыто приглашают в просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Айвел Дюрер Айвел Дюрер